Реконструкцию многофункционального ипподрома в селе Бахту, Долоноту и Сыкульской области планируется завершить 15 августа этого года. Об этом сообщил директор Госаргстроя Турдубек Мамбетов. По его словам, проектирование и строительство инфраструктурных объектов ко вторым всемирным играм кочевников будут соответствовать мировым стандартам и требованиям. Сметная стоимость второго этапа реконструкции Сыкульского ипподрома составляет 480 миллионов сомов. Подробнее Нургуль Саматова. К первым играм кочевников ипподром в Чулпунате реконструировали чуть более двух месяцев. Это сопровождалось критикой в СМИ. Многие не верили, что ремонт завершат в срок. И тем не менее, буквально перед открытием игр ипподром был готов принять гостей. На стадион, рассчитанный на 7 тысяч мест, пришло более 9 тысяч человек. Но зрители были готовы смотреть открытие игр стоя. На этот раз строительные работы начались за 8 месяцев вперед. Снесли старые строения и трибуны. Вырыт котлован для строительства административного здания. Устанавливают монолитные плиты. Реконструкция Чулпунатинского ипподрома идет под жестким контролем, чтобы не было ажиотажа, как два года назад. График составлен с учетом замечаний, предложений премьер-министра и утвержденным. В настоящее время там работают сотни человек и десятки единиц техники. Прежде чем браться за работу, проведены необходимые расчеты и консультации с несколькими подрядными организациями. Проведен открытый конкурс. Выбран подрядчик. ДСК «Азад», успешно работающий на нашем строительном рынке 50 лет. Поставлены очень жесткие сроки с запасом на 15 дней. На новом ипподроме будет более 10 тысяч посадочных мест. Вместо старого двухэтажного административного здания построят новое высотой в 5-6 этажей. На первом этаже будут парковки, на втором судейские, комментаторские кабины, на третьем вип-трибуны и кафе. Таким образом, новый комплекс будет многофункциональным и многопрофильным. Бостери проводится на субботу в воскресенье ярмарки. Вот это создаётся большая пробка в летнее время. Поэтому вот эту ярмарку тоже мы сюда переносим. Значит, на субботу в воскресенье постоянно действующий торговый комплекс будет. Плошадка для Кукбюры, это тоже будет переносные. Организовать будем большие концерты. Летнее время, может еженедельно, может две недели, один раз будет проводиться конно-спортивные игры. Недалеко от ипподрома за счёт «Газпрома» возводят физкультурно-оздоровительный комплекс на 700 человек. Строится дорога, которая является частью кольцевой трассы вокруг озера Иссыкуль. Бурят скважины, проводят канализацию и строят очистные сооружения в близлежащих сёлах. Сметная стоимость второго этапа реконструкции Иссыкульского ипподрома составляет 480 миллионов сомов. Каждые пятнадцать часов на объектах проводим оперативные совещания. Все технические вопросы там будут сняты. Всем государственным органам дано поручение премьер-министрам и первым вестер-премьер-министрам, которые курируют строительную отрасль, данная команда, чтобы по ипподрому относились очень серьёзно. Любые вопросы выездом на месте снимали. Новый объект будет соответствовать международным стандартам, что позволит проводить там разного рода мероприятия круглый год. Первые игры кочевников поразили гостей и участников своей зрелищностью. Мировые СМИ и общественность до сих пор обсуждают их открытия. Вторые всемирные игры пройдут осенью текущего года.